Доброго вечера, телезрители! В эфире программа «Репортер» и я, Алексей Коноплев. Предлагаю отложить вам на несколько минут свои домашние дела и усесться перед экраном. Поверьте, это того стоит. Поехали! Доброе утро! В нескольких квартирах. Два грохота было. Стуки. Ну, может быть, как вот об машины стукнуть, вот там кувалды и это. А я сейчас думаю, боже, где что-то такое. Я спала в зале, вроде нормально, спала, все хорошо. Потом вдруг как вот пол содрогнулся. История оказалась более чем странной. Около трех утра, причем в ночь на понедельник, в квартиру на пятом этаже постучал неизвестный. Владелец открыл дверь и даже не успел крикнуть. Неизвестный мужчина постучал в квартиру, в одну из квартир дома. На вопрос хозяина, кто там, он сказал, это соседи с нижнего этажа, вы нас топите. Хозяин открыл квартиру. В это время неизвестный забросил в квартиру взрывное устройство. От взрыва хозяина квартиры контузил. Врачи говорят, ему повезло, что вообще остался жив. А полицейские тем временем составляют фоторобот преступника. По факту ЧП возбуждено два уголовных дела. Покушение на убийство и незаконное хранение оружия. Купили дом вместе с семьей. В такую неловкую ситуацию попали новоиспеченные владельцы коттеджа в Зубчининовке. Они хотели заселиться в новое жилье, но не тут-то было. Выселяться из коттеджа не пожелали бывшие хозяева. Когда у владельцев недвижимости все же закончилось терпение, на помощь пришли судебные приставы. Репортер выяснил, кто в доме живет. Женщина, которая кричит громче всех, через минуту лишится имущества, которое не было нажито честным путем. Как бы ни старалась возмущаться дамма, приставы неуклонны. Эту крепость приходится брать почти штурмом. Но только бравые ребята собираются выламывать дверь, по ту сторону баррикады выкидывают белый флаг. Оказывается, жильцам есть что и от кого скрывать. Суд решил, все эти люди проживают здесь незаконно. Причем этот дом был куплен почти год назад. Столько в него не могут селиться новые хозяева, потому что многодетная семья съезжать отказывается. Приставы предупреждали захватчиков не один раз и намекали сложить вещи в чемоданы. Но помогли только кардинальные меры. Недовольство таким решением органов показал даже пес. История закончилась хорошо для настоящих владельцев коттеджа. Они заселились, а цыганский табор пошел искать себе новый дом. На этом все. Не открывайте дверь незнакомцам и отстаивайте свои права. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok